Всем бодрого дня! Книга «Малахитовая шкатулка» Павла Петровича Бажова известна многим читателям с самого детства. Но, несмотря на это, она продолжает вызывать множество споров. И один из таких горячих вопросов, которые обсуждают, это вопрос о том, каких позиций придерживался автор этой книги. Кто-то говорит, что когда Бажов описывает «Хозяйку Медной горы», «Великого полоза», «Огневушку-поскакушку» и так далее, он реанимирует языческую мифологию, делает это в Советском Союзе и придерживается неоязыческой традиции. Кто-то говорит, что Бажов поднимает тему греха, тему отношения одного человека к другому, тему любви и находится тем самым в православной, христианской традиции. А кто-то вообще говорит, о какой религиозности автора можно говорить в 1939 году, это первое издание этой книги. К тому же в середине войны Бажов получает сталинскую премию. Так кем же был автор «Малахитовой шкатулки»? Был ли он неоязычником, был ли он христианином или он был атеистом? На этот сложный вопрос я постараюсь ответить на лекции, которая пройдет 25 января в 7 вечера в 19.00 в магазине «Петровский» в Ельцин-центре. Я постараюсь разобрать эту сложную тему, сравнивая известные сказы Павла Бажова с творчеством Гоголя и Булгакова. Приходите, будет интересно.